Отец Жанны Фриске, Владимир Борисович, вспомнил о длительном романе дочери с бизнесменом Ильей Кобесовым. Несмотря на то, что пара долго была вместе, до свадьбы дело так и не дошло. 71-летний отец Жанны Фриске рассказал о романтических отношениях ныне покойной дочери с бизнесменом Ильей Кобесовым. Они были вместе более 10 лет, еще до оглушительного успеха Жанны Фриске в составе группы «Блестящие». При этом мужчина так и не сделал звезде предложение руки и сердца. Он бывал у нас. Они с Жанной на двух мотоциклах приезжали к нам на дачу. Правда, это было не очень часто. А потом что-то случилось. Жанна на него обиделась и ушла от него. Из-за чего произошел разлад, я уже не знаю. Наверное, что-то сотворили нехорошее. Поделился воспоминаниями Владимир Борисович в документальном фильме «Жанна Фриске. Улыбка на память» на Первом канале. 73-летняя Ольга Копылова отметила, что Кобесов производил приятное впечатление. «Илья нравился Жанне, значит нравился и маме. Он очень внимательный. В то время они были совсем мальчишки и девчонки. Они 10 лет встречались, но редко приезжали к нам», – заявила родительница певицы. 46-летняя Ольга Орлова, подруга и коллега Жанны Фриске, заявила, что у певицы всегда было много ухажеров. Однако, по мнению исполнительницы, женщина может считать себя свободной, пока она не вышла замуж. «У Жанны было несколько серьезных романов, но я не уверена, что она бы хотела, чтобы я об этом рассказывала. Поэтому я об этом умолчу», – отметила Орлова. Однажды Лека Бесов появился на экране вместе со «Звездной избранницей». Это произошло во времена, когда Фриске снималась в шоу «Последний герой». На архивных видео можно увидеть, как возлюбленной певицы, выигравшей свидание с Фриске на острове, приехал туда к ней. Исполнительница хита «Малинки» действительно не любила публично говорить о своей личной жизни. Последний раз мужчину видели вместе с Фриске в ресторане, где певица праздновала свое 30-летие. Причины разрыва отношений Жанны с Кобесовым остались невыясненными.